Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 22 мая и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера в второй половине торговой сессии мы видели торговлю выше уже открытия рынка в понедельник. Закрылись мы также выше открытия, но общие тенденции пока это не меняют. Общее направление сохраняется нисходящее. Ближайшие цели по снижению это уход ниже уровня 1.17.16 и движение по направлению 1.16.46. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы на прошлой неделе на уровне 1.18.22. После преодоления данного уровня сопротивления мы можем говорить о возобновлении роста по данному активу. Но пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция сохраняется нисходяще. По паре британский фунт, американский доллар также сохраняется нисходящая тенденция. Вчера мы видели обновление локальных минимумов, доходили до уровня 1.33.90. И следующая цель по снижению находится в области 1.3282. Ближайший разворотный уровень по данной формации оставляем на максимуме, который был зафиксирован. 18 мая по цене 1.35.29. По паре американский доллар, канадский доллар. Вчера после открытия рынка цена скорректировалась, ушли ниже фактической торговли 18 мая. Закрылись также ниже данного уровня. Но пока это больше напоминает боковое движение, чем изменение тренда. Поэтому в данном случае тенденция восходящего будет оставаться в приоритете до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1.2747. Минимальное значение, которое было зафиксировано 17 и 14 мая. Цели восходящего движения это уход выше уровня 1.2920. Ну и движение по направлению 1.30. По паре американский доллар и японская иена сохраняется восходящая тенденция. Следующие цели роста это область 111.88. Ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимуме. 18 мая это уровень 110.61. По паре австралийский доллар и американский доллар. Вчера мы увидели изменение тренда с нисходящего на восходящий в рамках часового таймфрейма. Также австралийцы уходят выше максимума, которые были зафиксированы 11 и 14 мая. И движется по направлению на 76.77. Там и находятся следующие цели роста. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на минимуме. Значения, которые были зафиксированы вчера по цене 75.03. По паре евро фунт. Вчера мы также смогли преодолеть максимальное значение, которое было зафиксировано 18 мая. Что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу восходящего движения. Сейчас мы видим с утра ретест к уровню пробития. И общее направление также сохраняется восходящее. Следующая цель роста – это уход выше уровня 87.81. И движение далее по направлению на 88.46. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 17 мая по цене 87.11. Золото продолжает свою тенденцию нисходящую. Следующие цели по снижению – это уход ниже минимальных значений понедельника, то есть ниже уровня 1282 доллара за тройскую унцию. И далее движение на 1265. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на максимальных значениях. 18 мая – это цена 1294 доллара за тройскую унцию. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По нефтемарке Brent также сохраняется общее восходящее движение. Здесь пока ничего не меняется. Следующая цель роста – это область 80.93 и далее движение на 83.84. Ближайший разворотный уровень по данной формации оставляем на минимуме, который был зафиксирован 16 мая по цене 7803. По индексу DAX также на текущий момент с открытия рынка сегодня сохраняется восходящая тенденция. Мы уже видим обновление локальных максимумов и движемся по направлению на 13200. Ближайший разворотный уровень по данному инструменту отмечаем на минимальных значениях 18 мая. Это цена 13051. Ну и по биткоину мы на выходных отмечали смену нисходящего направления на восходящий в рамках часового таймфрейма. И пока данная тенденция сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше уровня 8555 долларов за один биткоин и движение по направлению на 9000. Ближайший разворотный уровень по последней формации относим на минимальное значение, которое было зафиксировано 20 мая на уровень 8107 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.